Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава нашему Спасителю, Господу! Представлюсь Сергею Журавлеву, архиепископ Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Православный реформатор, обновленец. Прошу любить и жаловаться. Мы газету издаем, там в шапке написано «Газета православных христиан, евангельские веры». Так что мы православные евангелисты, реформаторы. И привет от Иисусу Христа. Я также передаю у нас с ней шестеро детишек, тоже как у Виктора, тоже три мальчика, три девочки. Слава Богу! Но они потом посмотрят уже видео. И внуки, вот. И знаете, нашей церкви привет. Вкратце о себе. Около сорока лет назад встретился с Богом я. Эта встреча изменила всю мою жизнь. И, ну, как и любая встреча с Богом, она меняет человека, конечно, кардинально. Вообще, ну, рождаемся мы сызного. Вот, а я и физически воскрес тогда. Вот, то есть я заболел, пневмонией двусторонней, и врачи не смогли спасти уже. Легкие оттекли, оба легких оттекли. И вот и наступила смерть моя. Это была первая моя жизнь, вот. Она тогда закончилась, вот. И, ну, по милости Господней, вот, я пережил встречу с Господом, вот. И воскресение, исцеление, вот. И вот, по милости Господней, вот, живу с того времени, с того времени. И вот, богословлю... Может, какой-то опыт, опыт, как вы там пережили вот эту смерть? Сколько вам лет было? Тринадцать лет мне было тогда. И опыт был, ну, короткий, но емкий. То есть в физическом этом нашем мире я был мертв не так много, но там я достаточно времени провел, чтобы все, как бы, переосмыслить, осознать, покаяться. Я был перед Богом. Я знаю, что было выходить из стенок, быть перед Господом. При том, что я вырос в семье атеистической, где о Боге ничего не говорилось никогда. Вот, поэтому, как бы, знаете ли, как некоторые говорят, вот, что человек при жизни знал, во что он верил. То он и видит после смерти. Я свидетельствую, что это полуправда, это не вся правда. Для околосмертного опыта, который люди порой путают со смертным опытом, это важно на самом деле. Но когда человек уже пережил, уже околосмертный опыт и уже наступил сам смертный опыт, там уже не важно. Во что он верил, что знал, что не знал и прочее. Там другая реальность, она более реальная реальность. Но я более подробно об этом рассказываю детально. На YouTube есть, канал YouTube есть, архиепископ Сергей Журлев, так и называется. Так что подписывайтесь, не забывайте лайкать там, друзья, рекомендовать. Вот, разворачиваю там деятельность такую бурную сейчас. Вот, и много подписчиков, друзей, врагов еще больше, наверное. Вот, потому что, знаете ли, кому-то поперек горло слово евангельское. И вообще, когда мы говорим о Боге Спасителе нашем. Вот, об Иисусе Христе. И, в общем-то, по отцу я еврей, по матери татарин. Поэтому мне очень близка и мусульманская татарская культура, и еврейская культура. Мне очень близка как национальная, как народная культура. Я очень сильно люблю эти культуры и стараюсь проповедовать и татарам, и мусульманам, и евреям. И мессианским, и мессихинским, всем стараюсь проповедовать. Но по призванию я православный священнослужитель. Поэтому моя первая очередная задача, это как раз вот православное служение мое. Реформаторское служение. И до 96-го года, с 87-го года до 96-го года мое служение было в Русской православной церкви Московского полиархата. Ну, другой как бы в Союзе у нас и не было. Вот, официально, по крайней мере. И вот, и в 91-м году стал священником. До того нес диаконское служение и подиаконское чтеца. Вот, ну, церковное служение, священное служение. В 91-м году стал священником. Как чтец, как диакон я служил в Орловской области и, значит, в Московской области, здесь вот неподалеку. А как священник служил в Рязани, в Рязанской области и немного в Барианской области послужил тоже. До 96-го года женат, тогда Бог дал нам двое детей, двоих детей, старших наших детей, и в 96-м году, по идейным соображениям, я вышел из традиционной православной церкви, супруга меня поддержала в этом решении моем, спасибо ей огромное за это, потому что я не знаю, смог ли я бы пойти на это, если бы не поддержка тогда моральная, удобная, вот, поэтому я могу даже сказать сейчас уже, вот, что мы вместе шли вот именно как раз на этот шаг, да, поддержала, вот, и знаете, не жалею, что вышел, хотя бывает часто, ну, нередко такое, знаете ли, а правильное, особенно вот раньше, а правильное я сделал, может быть, что я самый умный, что ли, что может быть, надо было терпеть, как бы, значит, Бог тепло нам велел, как бы, значит, как вот священники мне говорили, вот, но знаете, в 96-м я принял решение выйти, и вот с того времени я стал реформатором, да, я поначалу хотел быть, как вы, поначалу, в 96-м году, в смысле, я хотел стать протестантом, изначально мы с женой так договорились даже, что мы, вот, у нас друзей уже много было тогда, и певсятники, и паптисты, и адвентисты, и харизматы, вот с разных вот этих вот четырех литвей разных, у нас были друзья. Последние месяцы, пока я служил в РПЦ, то обзавелся друзьями разными, очень много очень конфессий разных посещал, знакомился, и, в принципе, выбор-то был богатый. Но, знаете ли, у меня были уже хорошие друзья, и там, и там, и сям, и если бы, я думаю, если бы мы валились бы в тот коллектив, то уже с теми, как бы, особенно не ошкавиться, вот, знаете ли, особенно на периферии. Вот, и мне хотелось общаться со всеми этими людьми, они очень хорошие, и, конечно, всякого хватает везде, но есть много искренних, порядочных людей, верующих, которые действительно не понаслышке знают Господа. И вот, буквально через полгода, в том же самом 96-м году, я уже принял это призвание, в котором ныне и по сей день дружусь, именно быть реформатором-обновленцем. Задача за эти годы, она, как бы, так, знаете ли, проявилась уже очень так вот серьезно в наших церквях. Я являюсь архиепископом, то есть у меня епархия, она небольшая, но такая, разбросанная по всему союзу бывшему. Одиннадцать церквей, но они разбросаны в разных странах, находятся в разных странах. Вот, и задача очень такая, самая главная, конечно, как и в любой конфессии, в любой динаминации, задача, знаете ли, чтобы церковь была церковью, этим словом, чтобы церковь была церковью, чтобы не просто по названию, а чтобы по сути своей. Вот, как сегодня мы вот рассуждаем, да, что мы царственное священство, на самом деле это так, не рясо нас делают там, или ризы, или что-то еще с священниками, нет, ни в коем разе. Сам Господь Иисус Христос. И храм Божий, святой, это тело Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа, это его тело. Глава одна, как ни крути, при всем уважении, там, папе, римскому, патриарху, кому угодно вообще, глава церкви Христос. Вот, он свое главенство никому не передает, не делегирует, и он по праву главой является уже два тысячелетия, знаете ли, своей церкви. И он же и основание церкви, и он же и фундамент, да, и он же глава. Вот, и, а вот деление, о котором сегодня так вот упомянулось, так вскользь, деление, это те самые, по моему глубокому убеждению, это те самые, как раз, учения николаитов и практика николаитская, которую Господь ненавидит Иисус Христос в своем послании. Он это очень четко сказал, Никао, Илаос и Библии Скоуфилда. Мне очень понравился комментарий, я зацепился за него и стал, как бы, дальше интересоваться этой темой. И пришел к пониманию, что, действительно, это то, что Господь ненавидит, разделение христианского братства на, как бы, VIP, как бы, да, вот, значит, там, черт, да, и просто обычный церкви, это все ересь. На самом деле, царственное священство – это Божий народ, это Божьи дети, и это Божья мечта, она уже давняя Божья мечта. Да, еще, кстати, вот мы сейчас в преддверии Пятидесятницы, слушайте, вот, интересно об этом как раз порассуждать. Вот, 3331 год тому назад, в эти самые дни, как раз, когда вышли из Египта и шли как раз с горе, вот, и вот уже в это воскресенье и понедельник по библейскому исчислению Пятидесятницы, да, шевлот. Ну, в церковной традиции, из-за многодековой проблемы антисметизма, она всегда позже празднуется, и Пятидесятницы, и, значит, и Пасха. Вот, но событие, что Бог, Он всех призывал на гору, всех войти на гору, но, к сожалению, народ испугался. И прямо противоположно, они ушли в сторону и не взошли на гору. Один Моисей был там, на горе, но в Новом Завете, знаете, завеса разорвана. Разорвана завеса, Господь призывает всех на его, не просто гору дымящуюся, да, вот, а в его присутствие святое, в его, не внешне даже шокирующее, да, насчет царства, королевства, а царства его любви, царства его милосердия, царства его всепрощения, спасения. Вот, и поэтому всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И это актуально. Вот, поэтому я за единство верующих во Христе Иисусе. Я за, всегда выступал, вот, я переболел очень в свое время, в очень такой тяжелой форме сектанства. Сектанство очень сильно переболел. До 96-го года я считал, будучи вот одурманином, такой, знаете, пропагандой, я считал, что только лишь у нас Бог, у нас только спасение, у нас только благодать, и все. И как бы, и за периметром православной церкви, тем более, вот, именно русско-православного такого, как бы, направления, как бы, я не считал, что есть где-то благодать, там, спасение, там, или прочее. Не-не-не. И католиков я так вот на них косо смотрел, а протестантов вообще никак я, значит, не мог признавать в то время. Ну, знаете ли, очень так вот радикально вот я мыслил. Ну, и не только мыслил, я так и говорил, в общем-то, людям я так говорил. Вот, простите уж, люди добрые, что вот так вот было дело, да. Но зато я покаялся, потом уже покаялся, раскаялся давно уже, и, хотя до сих пор бывает стыдно, иногда вспоминаешь, что говорил, язык без костей, думаю, да, все. Но, знаете, зато для меня сегодня на всю жизнь урок, вот, как не надо поступать, как не надо говорить, как не надо действовать. Вот, и проповедую Божье Слово, вот, и привожу людей к Иисусу, и как евангелист, пожалуйста, значит, ну, я каждый раз говорю так, где бы это ни было, либо, да, на Бла-Бла-Карп, либо там в поезде где-то, где угодно, я всегда людям говорю, самое главное, держитесь Господа Иисуса Христа, любите Господа Иисуса, читайте Божье Слово, старайтесь дружить с теми, кто тоже вот заражен, как бы, этой любовью, вот, это самое важное, самое главное, все остальное, оно так, это, даже если человек, он попадает в какое-то собрание с какой-то очень такой сомнительной, там, репутацией, или догматикой очень странной, не то, не то самое важное, знаете, самое главное, его сердце и его искренность, Бог с искренность поступает искренно всегда, а с лукавыми, даже среди самых хороших, с богословской точки зрения собраниях, и максимально приближенных к первоапостольскому образцу, то все равно это беда. Вы знаете, друзья, и тезисы очень простые, реформаторские, всегда, наверное, очень простые, вот, понятные, ну, все, знаете, о реформации, да, только Писание, только Господь, да, Ему только слава, вот, только Христос, значит, да, мы, только благодать, в принципе, да, вот этот соус, как бы, неактуальный, независим от конфессии, независим от динаминации, вот, и, знаете, как Иисус сказал, как Моисей вознес змею в пустыне, так должен быть вознесен и сыну человеческому, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо так возлюбил Бог мир. И сегодня я рассуждаю, что, вот, как еще Александр Мень говорил, он как притеча такой реформации в православном мире, он говорил очень хорошо, здесь, в Москве, кстати, на Красной Пресне выступая, он как раз говорил, еще в 90-м году, последний год его жизни, кстати, да, он цикл лекций проводил, очень интересно, и он говорил как раз о христоцентричности, как о панацее для тела Иисуса Христа, для Церкви Божьей, панацея от всех болезней, от всех недугов, христоцентричность. И в то время, когда были, вот, вышедшие из рабства египетского, да, из-за ропота, из-за других проблем, да, они были подвержены казни такой, их жалили эти змеи, у них выход был один, Богом такой данный выход, смотреть на этого медного змея, смотреть и исцеляться. Вот, и если люди были укушены, раскушены, и я начинал действовать, у них лишь одно было, это взирать, и они были спасены. Вот, и сегодня мы спасаемся так же, только на Иисуса Христа, только на Христа взираем, то есть мыслим о нем, вот этим и спасаемся, знаете ли, взираем на него, начальника веры, совершителя веры, вот, и его имя призываем. Я с многобожиим завязал в 96-м году, вот, и я очень жалею моих братьев, которые тысячи священников до сих пор в этом обольстительном лжеучении находятся, я их просто жалею и молюсь за них, и, конечно, проповедую Слово Божье. То есть я не молюсь больше никому, кроме Господа, и к этому призываю моих братьев, потому что это обольщение, когда человек ищет, знаете, спасение на стороне где-то, молится к Матери Иисуса Христа, к другим умершим святым, я говорю, знаете, братья, при всем уважении к их светлой памяти, никто из них никогда не смог бы нам дать спасение, абсолютно, только один Иисус Христос, ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления кого? Всех. Для искупления всех. И сам Христос сказал, не только Павел там, ладно, а сам Христос сказал, я есть путь, истина и жизнь. И он подчеркивает, никто не приходит к Отцу, а кто-то лишь через Него, через Иисуса Христа. То есть как бы путь ясный, путь простой. Но знаете ли, вот люди умудрились в самом наипростейшем и простом, до гениальности все просто, намудрить так, знаете ли, что не разберешься, в простом у человека вообще не разобраться. А это беда, это грех, это грех, это Вавилон. Еврейское слово Бабель, да, Вавилон, Бабель, а как буквально перевести? Запутанный, заблудился, запутался. Вот, это буквально как мы читаем, сегодня читали мы вместе вслух вторую главу первого Петра, да, а если перевеснем там чуть, и вторую главу только второго Петра, ну, послание его почитаем, там о лжеучителях, очень четко сказано вообще на все времена. И там в первом же стихе там говорится, отвергаясь искупившего их Господа написано. Представляете? То есть, суть любого лжеучения, это отвергнуть Господа, отвернуться от Него, отвернуться пути спасения. Поэтому я и у себя в церквях, и в гостях, когда бываю, я подчеркиваю, что всякое учение, даже если оно и хорошее, даже если оно и приятное, даже если оно и общепринятое, и, казалось бы, тому же многовековое, если оно от начальника веры, от совершителя веры Иисуса Христа отвлекает нас в сторону, оставляйте это учение. Лучше оставить, от греха подальше, знаете ли, себе дороже будет потом. Лучше, знаете ли, ну, как написано, не всякому духу верьте. То есть, не всякое учение принимайте. Проверяйте, от Бога ли оно. И для нас критерий истинности, как вы знаете на уроках, помните, да, по химии, такой лакмус с бумажечкой, что там, кислота или щелочь, проверить, не определишь никак. Но бумажечка позволяет определить, где что, в какой колбочке, что налитой. Вот то же самое нам дана такая бумажечка лакмусовая такая, будем договорить. Это, во-первых, сам Иисус Христос, Слово Божье. Вот мы, мы проверяем все. Вот, и о чем я говорю сейчас в православии, это, конечно, порой темный лес, но, слава Богу, по милости Господнем, живем в век интернета, век, когда, как говорится, космический корабль, там, пораздел просторы Вселенной, да, то есть век, когда информатики, это очень хорошо, потому что многие молодые священники, они смотрят YouTube, многие молодые священники слушают проповеди разных проповедников. Раньше, еще лет 20 назад, допустим, православному священнику попасть в собрание протестантов, это было, ну, как бы, ну, очень мужественный поступок, очень непростой поступок, знаете ли. А сегодня вечерком, сев у себя за компьютером, включив интернет, он попадает в любое собрание вообще, любое собрание, любой конфессии, вот, и молодежь слушает, смотрит, молодцы. Я вот не так давно там, когда в химках общался с одним батюшкой, там, православную Библию читает, молодец, вот, и так евангельски мыслит, ну, со своими еще там традиционными такими вещами, но уже недалеко от него спасение, думаю, молодец. А как он? Через интернет познакомился, так вот, да, значит, с таким миром евангельских таких проповедей и ахнул, это нам не задавали, это мы не проходили, но это актуально, это очень важно. Так что, да, друзья, и многобожием я называю ту систему, когда, развращенную систему, которая вот в разуме, когда человек мыслит, что к Богу много разных вот этих посредников, ходатай, знаете, такая бюрократия такая, как бы, помолюсь тому, сему, пятому, десятому, это развращенное сознание, знаете ли. Я жил этим сознанием, я жил этой верой, и сегодня я уже констатирую, прошли годы, и мне как бы уже виднее и виднее все становится, что это большая ересь очень даже, большое заблуждение души человеческой. На самом деле, я вот с самого 96-го года сегодня не ломаю голову над вопросом там, кому мне молиться утром, какому святому, в какой нужде молиться. Нет. Я знаю, что один за всех, и все за одного. Один Христос за всех пострадал, и все мы за одного, за Иисуса Христа, все. Знаю, в кого уверовал, знаю, кто мой Спаситель, и жить, ну, евангельской уже верой, да, любому христианину, любой конфессии, любой динаминации, думаю, это, ну, не знаю, ну, это самая приятная вещь вообще, самая радостная и самая хорошая, самая простая вообще. Вот, так что вот так. Ну, и по поводу, тоже, иконопочитания там, а можно водичкой налить, да, спасибо. Вот, иконопочитания там, а, спасибо. Я не почитаю иконы, вот, с самого 96-го года, тоже завязал с этим. Оно мне надо? Не, зачем мне надо? Лучше общаться с Духом Святым, чем с бесами. Апостол Павел предупреждал, я не хочу, чтобы у них были общения с бесами. Общение с бесами для верующих – это реальность. Ну, как бы, это такая печальная, но реальность. Вот, и для невозрожденного человека это вообще, как бы, естественно, как бы, это, как бы, органично для невозрожденной души. Это кажется всегда простым, более простым, более понятным, доступным путем. Но на самом деле, когда человек переживает встречу с Господом, когда Христос занимает центральное место, для нас это становится противоестественным, неестественным, это для нас становится чем-то чужеродным явлением. Для нас это становится естественным общением как раз с Божьим Духом, общением со Словом Божьим. Так что, вот так, дамы и господа. Хотя, для меня было очень болезненным это вопросом, честно говоря, в 96-м было очень болезненно, потому что я сам художник еще, по своей специальности, доцерковные. Я сам не только почитал иконы, я и много писал их в свое время тоже, вот, разных образов, и мне это было, как бы, ну, не знаю, как художнику было тоже очень непросто осознать, но в Писании говорится вот так. А можно посетить историю, историю самой церкви? Какие этапы, вот, истории, почему она пришла в таком состоянии? Исторические. Чисто исторические, это просто, здесь, кстати, вот, так же написано, чтобы мы, как бы, невежество, да, заграждали уста невежественных людей. То есть нам нужно просвещение такое было. Вот, вот, вот сама история, потому что у вас очень интересный вот этот курс по истории церкви, прям, обзорно, обзорно, чисто я. Очень быстро. Ну, так можно и глупым по Европам, в принципе, но я буду рад, братья, сестры, слушайте, я буду очень рад послужить вам, более детально просто, более детально. В ваших церквях, общинах. Я даже провожу чаще всего, в последнее время, знаете, такие вот, по России, семинары такие в формате домашнего общения. В кафешке где-то, в доме, группы, соберемся, вот такой же группы, больше, меньше, как сейчас, да. Вопросы, ответы, туда-сюда, значит, и вот в таких вопросах-ответах я вижу, ну, больше, как бы, ну, КПД больше. Человек лучше выясняет, потом я еще сам вопросы задаю, тут же раз, параллельно. И люди что-то комментируют, дополняют материалом. А вообще, если на пальцах разъяснить все, что происходило, то довольно все очень, ну, и просто, и сложно, одновременно, как бы. Здесь оно, ну, ладно, здесь солнце падает, ничего, да? Ничего, ничего. Ладно. Короче, вот, ну, с 30-го года нашей эры церковь Христова, да, родилась на Голковском кресте, здесь все понятно, в крови Иисуса Христа рождение церкви произошло, да, вот. В день 50-го церковь обрекла силу свыше, это было 1989 лет тому назад, в 30-го году нашей эры это событие произошло. Но исторически очень много об этом свидетельств. Значит, потом, с 30-го по 312-й год, это время гонений, ну, так, упрощенно, если. Время, когда наших с вами братьев, сестер особенно не жаловали римские правители, хотя верующие молились, как мы читаем из Писания, да, молились, благоставляли за царей, за всех молились, безусловно, но вот, к сожалению, неадекватно реагировали власти, видели угрозу в христианах. Ну, потому что христианство, оно изначально было очень революционным, очень, чрезвычайно революционным, потому что стирались барьеры, границы между разделениями, между национальностями, классами, а ведь в обществе рабовладельческом это было вообще, это вопрос был уже политической даже важности, между полами, понимаете ли, вот много очень было такого нового для общества тогдашнего, слишком нового. И поэтому христианство чаще всего, оно было воспринимаемо негативно, как секта. Кстати, чаще всего, если исторически брать, чаще всего наших с вами братьев и сестер в то время репрессировали за атеизм, представляете? Обвиняя в скрытом атеизме, мол, религиозные демагогии лишь прикрывают свой атеизм. А почему? Потому что для римского обывателя и для римских судей в христианстве не было ничего из того, что они назвали бы словом «религар» или «религия». То есть не было культа, не было жреческого сословия, не было церемоний, изображений богов даже не было вообще, понимаете ли? И когда христиане говорили «Бог мой во мне», он, хох, все понятно, это он там-сям, как бы в конкретном нервном, покажи вашего бога, конкретно в чем служение ваше. Одним словом, христианство воспринималось, как одна из разновидностей философии атеистической такой. Вот, с 313 года тактика изменилась, знаете, как в борьбе, да? Можно силы на силу, а можно вроде как поддаваться и использовать силу противника. Вот враг, он меняет тактику часто в истории, да, мы видим, но задача его одна и та же – украсть, убить и погубить. Все. И вот здесь вот начались поддавки. Здесь, как говорил один православный реформатор еще сто лет назад, Александр Ветенский, и попала, говорит, птица царства Божьего в золотую клетку государства. Вот с этого момента постепенно началось. Вначале христианство вдруг объявлено было до 313 года, христианство было либо гонимой, либо терпимой религией. А с 313 года официально было объявлено, она уже была церковь христианская, уже официально католической религией, то есть вселенской, всеобщей, уникерсальной, такой же, как там метроизм, допустим, там культ Зевса, там еще что-то, культ императора. То есть попала в элиту. В 325-м ситуация еще больше усугубилась. То есть первый всеобщий католический или вселенский собор имел свои и плюсы, но больше минусы, честно говоря, чем плюсы было. Потому что история начинается, мрачная история цезарепапизма, то есть подчиненности церкви государства, закабаления церкви государством. Сегодня многие христиане уже остаются, допустим. Почему, вот даже если вы возьмите с улицы человека, да, обычного гражданина, грамотного человека, возьмите, дайте ему Библию и скажи, вот минутчик, почитай, а потом поговорим. Вот он прочтет, допустим, зовет в любую церковь, и он скажет, а почему у нас то, почему то, почему то? Непонятно. Вот большинство антибиблейских учений в христианство, оно пришло как раз благодаря ярко выраженному политическому заказу императорской власти. И вот эта проблема началась при тогдашнем антихристе, Константин Великий, так называемый, император, и его мама, ну она тоже была такая вот, в принципе, в духе антихриста, тогдашняя Изавель, это Елена, императрица. Эти два человека, они делали, конечно, многие хорошие вещи, но, как и любой гражданин, но в истории оставили след именно в целом, след антихристианский. Антихристианский, закабаляя церковь христианскую, превращая ее в, будем так говорить, в инструмент политической власти своей, в предатах государства. Это была большая беда, друзья. Еще большая ситуация усугубилась в 381 году, это уже было апофеозом отступничества. Второй собор, первый собор, второй собор, на втором соборе церковь, там Феодосия Великая, там другие императоры впоследствии, они говорили так, то, что мне угодно, это и есть канон церкви. Представляете, с самой высокой кафедры император заявлял на весь христианский мир в этом собрании, что то, что мне, как государю императору угодно, это и есть канон церкви. Кстати, при Петре Алексеевиче, Петре I, это стало и государственным законом Российской империи. В своде законов Российской империи, в 14-м томе, в преамбуле, было сказано, главой церкви является, и дальше шел курсив свода законов, его императорское величество. Вот это было как раз на втором соборе провозглашено официально с кафедры. А дальше началось еще хуже все. Вообще исторически, вот стало, ну это 4 век, да, 4 век нашей эры. Например, вот с 4 века история христианства, она стала катиться вниз. Ну, конечно, не так прям, как я нарисовал. Там, если график рисовать, ну, более справедливо, то не всегда вниз, иногда чуть вверх, но опять вниз. То есть, ну, в целом, если вот со стороны посмотреть, то в целом движение было такое вниз, падение. Падение во всем. Во всем. Вот. И так продолжалось до того самого благословенного 1517-го. И вот в октябре 17-го грянула Великая Октябрьская христианская реформация 1517-го года. Так уже не Ленин на броневике, а Мартин Лютер с тезисами, дверями Тангерского собора премевая их. Начало Великой реформации. Как ни крути, даже вчерашние контрреформаторы, даже вчерашние гонители реформаторов вынуждены были признать в наше время, уже в наш час, заслуги Лютера перед церковью и заслуги реформации перед телом Христа в целом. Католическая церковь при предыдущем папе это признала официально. Де Юре. С 1517-го история христианства пошла вверх. Опять-таки не так все, конечно, как и нарисовал. Знаете ли, временами было не так гладко, не так вверх все шло, но постепенно со скрипом, но постепенно шло вверх. Знаете ли, была эпоха Великой деформации, Великой деградации христианства. Это деформация. Здесь началась реформация. Реформация – это восстановление, это покаяние, это исправление, работа над ошибками, это возрождение, это реформация. Это восстановление, не как в миру обычно принято называть, реформация – это что-то новое, неслыханное, невиданное для всех. А реформация – это восстановление того, что было изначально заложено, это возрождение. Поэтому лютер, он не выдумывал ничего, велосипед не изобретал и другие форматоры. Да, они во многом и заблуждались, конечно, и, знаете ли, это не были такие супергерои. Они были подобны нам лютере, такие же, со своими страстями и слабостями, значит, и ошибками, но они делали одно божье дело. Знаете, Илья был тоже такой человек. Хорошо, и вот это возрождение. Уже пять столетий продолжается эпоха Великой Реформации, то есть восстановления. Что касается православных церквей, это на Западе было, но на Востоке через сто лет после лютера, значит, тоже была попытка реформации на Востоке. Особенно в 1632, извиняюсь, в 1838 мы его уже убили. Патриарх Кирилл был такой, патриарх Кирилл Лукарис. Он издал восточное исповедание христианской веры. Это стало, знаете, как бомба просто, это как гром среди ясного неба. Для Востока это было просто невероятным ударом и вообще призывом к реформации. Тем более, что лютер, он был простым батюшиком, будем так говорить, священником. А Кирилл Лукарис, начавший реформацию на Востоке, провозносивший начало реформации на Востоке, он был патриархом вселенским. Ну, до того он был патриархом африканским, с титулами такими страшными. Но затем он стал патриархом вселенским. И вот, будучи патриархом вселенским, в Стамбуле он провозносил начало реформ Восточной Православной Церкви. Правда, он себе нажил столько врагов, уму непостижимо. Там такие страсти кипели, ясно. Ну, ладно. И вот в 1938-м его уже казнили. По приказу султана турецкого. Султан турецкий дал приказ казнить этого реформатора, потому что он посчитал даже угрозой безопасности своей, вот этой империи турецкой. Знаете ли, настолько все, он воспринял болезненность эту. Вот. И слава Богу, что, знаете, да, и о чем говорил патриарх Кирилл Лукавис? Все просто. Реформация – это просто. Он говорил, что да, только один Иисус Христос – ходатый посредник наш. Все. Он говорил, что почитать иконы мощи бессмысленно. Что, знаете ли, вот, ну, по поводу там мощей, там, прах бит, прах возвратишься. Зачем целовать кости? Для чего? Нам не нужно это. Это не наши, это не наши методы. Это пришло извне, нам нужно во мне уйти. То же самое кресты, иконы, ну, как иллюстрации, как, допустим, там, не знаю, как вот символы какие-то, может быть, да, веры, но не больше. Но никто на нас больше того, кто в мире, а тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. И по поводу этой ереси, молитвы за упокой. Слушайте, дамы и господа, братья и сестры, я вот с самого 96-го тоже не молюсь за упокой. Вот, я принципиально, в этом плане протестант, молюсь только за здравие. Даже в наших церквях там бывают такие, я когда пастор сказал в Киеве, то же самое, там вопросов было масса у людей. Приходят люди, допустим, а там при входе у нас стопочкой лежат ручечки и, значит, листочки. Листочки за здравие, написано, за здравие. А те кто спрашивают, а где же за упокойные листочки? И каждый раз объяснял, набираясь долготерпения, что, знаете, молиться надо за живых, за здравие. А почему же за умерших? Говорю, ну вот так вот, как-то так. Вообще, если по совести, то за умерших в Библии, в слове Божьем, это не просто, что там Библия, да, Божье слово, слушайте. Лишь есть один образец молитвы, то есть есть одна лишь такая лазейка для молитвы. Это молитва за воскрешение недавно умершего человека, не больше. То есть, а, спасибо. Спасибо большое, спасибо. Вот, то есть, если человек умер, у нас морального права уже молиться за его душу нет уже. Братья, честно, я в свое время очень много молился за упокой. Тем более, что, ну не знаю, я к этому очень серьезно относился. Кто как, конечно, но я очень серьезно к этому относился. Я верил, я реально верил в мистическое такое богословие, что как бы мы живые можем вот такими жертвами, всякими молитвами, особенно беспровно жертвой Евхаристии, да, вымаливать души умерших, как бы даже если они в ад попали, там, и страдают, но можем постепенно их вымаливать. Как подтверждение, знаете ли, десятки рассказов таких душесчипательных, слезу прошибающих таких рассказов, значит, вот как бы, в основном это все свидетельства через спиритизм полученные. Вот, там кому-то приснился сон, умерший явился, и там рассказал такую историю, там, значит, что хоть стофик падает. Вот, значит, или же наяву в яви какой-то ангел пришел, или умерший какой-то явился во сне, или наяву, и объясняет, что так и так, мол, дорогой, молись. Кстати, вот в это же самое время, вот, начало падения в церкви, начало деформации, деградации в церкви, как раз это все зарождалось. Слушайте, был такой, ну, там их было много, этих монахов того времени, которые эти евеси пагубные приносили, отвергаясь искупившего их Господа. Так вот, и один из этих нечестивцев, это был Макарий египетский, так называемый. Ну, они все были, в основном, египетские или эфиопские. Вот, значит, Макарий египетский, он нашел в пустыне, это первое откровение о неопонимости, как бы, молиться за упокой. Он нашел человеческий череп в пустыне, каким-то образом вызвал, как бы, духа, которому при жизни череп принадлежал, выяснил, что это, в этом допросе, в этом разговоре, как бы, что это был жрец какой-то древней египетской, там, оккультной религии, и что он там мучается на дне ада, в пламени всем, но, как бы, ему помогают молитвы. Вот, как бы, Макарий вынес такое откровение, что, якобы, можно даже таким бедолагам, которые попали, они не знали Христа, вообще вне христианства умерли, были такими язычниками-оккультистами, но даже им, как бы, можно помогать. Одним словом, вот, через это все постепенно, постепенно, через спиритизм приходили вот эти откровения о, якобы, мне эффективности молитвы за упокой. Не знаю, я, когда все это изучал, я ахнул. То, во что я верил, было ересью, да? Вот, интересно, мы говорили, что один собор, на котором, как бы, принято было решить, то есть, вынесено, как бы, сказать, что иконы – это не от Бога. А потом был какой-то другой собор, говорю, поподробнее, вот, что это был за собор, на котором все-таки, вот, сказали, что иконы – это не Божий, как бы сказать, не Божий откровительный. Да, был такой в 754 году и в 787 году. Время, так называемого иконоборческого спора, но хотя это был не просто спор об иконах, на самом деле все было гораздо серьезней. Не только об иконах разговаривали, не только об иконах спорили. Спорили о многих вещах веры и говорили о, по сути, какому быть христианству дальше – евангельскому, библейскому христианству или же без царя в голове. Или же вот такому многобожному, языческому, бесовскому. К сожалению, победила партия другая, вторая вот эта вот. На соборе 754 года, на самом деле, епископы в Константинополе тогдашнем, они заявили, что Бог есть Дух, повторили старую библейскую истину. И поклоняться Ему нужно в Духе и в истине. Таких поклонников отец себя ищет, что не надо использовать для поклонения Богу предметы. Значит, не надо использовать изображения для поклонения Богу. Нет. Если и есть, ну были разные мнения тоже, на самом деле высказывались в то время. Но одна из фракций говорила, допустим, что изображения пусть будут, но чтобы не было им поклонения, почитания им. Вот чем дело. А другие радикальные говорили, вообще не надо нам никакого вообще, чтобы не было соблазна впредь, чтобы вообще не было изображений. Но я держусь больше правил такого сейчас. Значит, именно пусть будет даже изображение, но чтобы не было им почитания, поклонения. Хотя все-таки блажение поступают те, кто вообще не имеет их, чтобы не подавать соблазна Церкви Божьей вообще. Слушайте. Поэтому, если у вас нет изображений, не подите их, пожалуйста. Не надо. Вот оставайтесь как есть. А если есть у вас изображения в Церквях, то тоже их нужно. Такую аккуратную. Да, да, да. Просто учите людей. Я заметил, когда люди научены, на самом деле, пути Господнего, да? Когда они научены поклоняться Богу в духе и в истине, то все нормально. Ну, нормально относятся к этим вещам. Даже если есть там изображения, нет проблем. Они, ну, их не почитают. Да, почему еще я говорю об этом так, может, болезненно, не знаю. Мы даже с женой об этом так, когда рассуждали. Знаете ли, я говорю так. Может быть, даже вот обжегшись, как говорится, на молоке своем, на чужую воду дую. Знаете ли, да, спасибо. Жарковатая ясно такая, честно говоря. Ну, думаю, ладно. Я тоже думал, либо по гражданке у вас быть, либо в рясе. Думаю, нет, не, в рясе лучше, пусть будут в рясе. Позорение, да. Да, ну, и как бы не то, что назвался грузнем полизатку забота. Ну да. А еще почему? Потому что, знаете, вот зрительный образ для меня, как для художника, очень важен. Я думаю, что Бог будет напоминать вам об этой встрече нашей вечерней. И Бог будет побуждать вас молиться. Знаете, друзья, братья, я прошу вас, просто заклинаю именем Господа Иисуса Христа, молитесь за православную церковь, молитесь за пробуждение священников. Даже вот здесь полно храмов в Москве, проходите храм какой-то, приезжайте, не боленитесь, благоставите, благоставите священников, там народ, благоставите. Знаете, что, и вам же лучше будет вообще. Да и вообще все будет хорошо. Вот, когда священники слепые сами, не знают, куда идут, и слепых ведут за собой, ну это же самое страшное, знаете, что может быть вообще. Но когда прозревшие ведут прозревшие в Царство Божье, это самое прекрасное зрелище. Поэтому молитесь, чтобы пробудились спящие, чтобы воскресли мертвые и осветил Христос свою церковь. Я верю, это как и пророческое слово еще, к нашему времени. Братья и, я понимаю, у нас мало времени, но вот еще, сколько у нас еще времени есть, чтобы так... Давайте, дайте, как вот, мы сейчас... У меня есть важное слово еще. Еще 10 минут, вот, как бы, ну какие-то еще моменты нужно осветить. Именно, что нас волнует, вот, допустим, мы, когда общаемся с православными людьми, да, вот, задают вопрос, вот, а вот икону, вы молитесь, допустим, вот, допустим, вот, Деву Марию, вы, как бы, почитаете, или вы, как бы, то есть, вот, ключевые, вот, исторические моменты, вот, я поэтому хотел застык, чтобы в одном соборе, как бы, проголосовали за икону, то есть, против икону. Да, против, что они надо почитать. А потом другой собор был против, просто немножко подробнее, и потом вот, Богородица, да, и святые, вот эти вопросы, да, здесь вот осветить, и мы просто потом помолимся за икону, и потом, когда будем пить чай, просто братья вопросы, чтобы нам вложиться во времени. Я понял. У меня проблемы, я не могу очень гордко говорить, ладно, я лишь скажу, что большая беда в том, большая беда в том, что политики вмешались в этот разговор, если бы только лишь богословы решали, это все, то было бы все гораздо проще, знаете ли, но раз политика вмешалась, была беда, потому что невозрожденные люди при деньгах, при власти, ну, понимаете ли, что, грех только их интересует, все. Поэтому был заказ на смешание христианства с язычеством, и поэтому победила фракция многобожников, по сути, идолопоклонников, вот почему. Не потому, что богословов меньше, христиан мыслили так или сяк, не-не-не, потому что нечестивые люди взяли в власть в церкви, вот чем дело, вот так вот. И как Иисус предупреждал в притчах, так оно и все получилось на самом деле, что все вскисло вообще. Но очистим закваску, Господь с нами. Я все-таки расскажу, друзья, слушайте, я не могу этим не поделиться, очень важным словом сейчас. В 2003 году я принял от Бога это слово, и живу этим словом, и хочу этим словом поделиться с вами, этой ремой. Иоанна 11.25, вот это слово вам дарю, как Рему Божью, в которой я живу уже больше 16 лет. В 2003 году весной получил это слово как Рему. 11.25 Иоанна, слова Иисуса, я есим воскресение и жизнь, верующий в меня, если он врет, оживет. Воскресение и жизнь, два имени Господа здесь, в этом имени, в этом стихе, два имени Господа. Это воскресение и жизнь. Поэтому я у себя в церкви говорю так, что я говорю, воскресение подразумевая Иисус, я говорю, Иисус подразумевая воскресение. Жизнь, Иисус, Иисус, жизнь. И это произошло у меня, откровение пришло в тот день, когда я попал в ДТП. Я был за рулем автомобиля, я об этом много рассказывал, в разных собраниях тоже делился и у себя в церквях. И я сбил подростка. Я за рулем сколько времени никогда не попадал в серьезное происшествие. Но весной, перед Пасхой 2003-го, вот, произошло. Я сбил подростка, который на мотоцикле выехал покататься, старшеклассник, на трассу. Вот, и это было в Украине, Сумская область, возле Королевца, город, Королевец. И удар был сильный, удар был смертельный для пацана. Вот, жена была со мной, тогда у нас было пятеро детей, дети были целы, жена цела. Я убедился, что все хорошо, значит, выбежал из машины, и вот там было все плохо. Мотоцикл не подлежал восстановлению, восставлению в стороне, парень, тело в стороне. Вот, когда я побежал к парню, ну, я не медик, конечно, я не медик, но с трупами имел дело много в свое время. Значит, и по всему тому, что я понимаю, в трупах это был труп. Не живой человек, не обморок, не что-то еще. Но я впервые в жизни молился за мертвого, но как за живого, просто вопил к Богу. Вот, знаете ли, протест такой родился, вот я протестантом стал там, наверное. Я протестовал против его смерти, это не его день, точно не его, он похож был на моего сына. Вот, это страшно, когда тебе кровь человека, знаете ли, кровь человека, молодого совсем еще, пацана еще жить не жил. Вот, просто вопил к Богу. И, знаете ли, Бог помиловал этого пацана, и меня помиловал. И мальчик ожил, пришел в себя, ну, я, конечно, как тот еврей, верю, Господи, помоги моему, не верю. Может быть, это все-таки был обморок, думаю, сам в себе, думаю, как бы, ну, ладно. Не ожидал. Ну, да, как бы, да, вот так вот. Значит, ну, когда он, лицо у него чистое было, значит, без повреждения, но когда он стал садиться, я ему помогал, вот, он активность такую стал проявлять, значит, сел на асфальт, я его поддерживал, то сзади у него голова была, как, знаете, перестел арбуз трескаться, вот, треснулась голова, и там мозги эти выкатали. Вот, то есть спереди чисто, а сзади была разбита голова. И вот, Азисе скорая помощь подъехала, вот, там кафешка была дальше, там, и они вызвали, видели, что ДТП там, позвонили, приехала машина. Забрали пацана, но врач сказал только одну фразу, что батюшку вот не довезем, ну, бесполезно, это вот все, несовместимы с жизнью, несовместимы с жизнью. Ну, ладно, повезли, я молюсь этого пацана, ну, за исцеление молюсь, чтобы Господь, ну, как бы, ну, не его день, я понимаю, но пусть будешь живой, коль воскрес. Ну, врач частично, как бы, подтвердил, что это был летальный исход. Ладно, вот, потом приехали, я же долго ждал милицию, они приехали, смотрели место происшествия, ну, и со мной беседуют, ну, и видят место происшествия, его транспортное средство, как говорится, да, не подлежащее восстановлению, мое транспортное средство, тормозной пульс, где тело его лежало, ну, и они, гаишники, сразу говорят, да, и говорят, что батюшка, ну, не вы первые, не вы последние, ну, это летальный исход. Вот, у пацана шансов нет, я говорю, не в морг, а в реанимацию вы вообще повезли, ну, поверьте, не первый год на дороге, у пацана шансов нет, точно, вот, это труп. Вот, ну, еще меня стали утешать, как-то там, пару страшилок, стоит, митовские рассказали, что бывает хуже, вот, но мне этого не утешило абсолютно, вот, значит, короче, поехали в Крылевец, и вот, пока больница, потом милиция, в кабинете следователя, я рассказал, значит, все, как предошло, записали, все, и здесь начались чудеса уже, да, все вообще, потрясающе. Врач скорой помощи был в кабинете, и следователь пришел, в моем присутствии стал говорить, что это чертовщина какая-то произошла, в его понимании, вот, значит, что это не была массовая галлюцинация, потому что не могло всем нам показаться. Оказывается, я не сразу даже понял, о чем идет речь там, оказывается, вот тех минут 10-15, что его везли от места ДТП до королевца, до больницы, за это время он был полностью исцелен. То есть, голова срослась, кости срослись, кожа срослась, ему кровь смыли, кстати, мальчик кровь нечая, это его кровь была, кровь смыли, не нашли ни сарапинки, ничегошеньки, как будто не ломалась, даже кожа как будто не рвалась у него никогда. Представляете? Это одно, поэтому врач и говорит ему, чертовщина какая-то, ну, а потом еще хирург был в шоке вообще, знаете, он не видел того, что видел врач, конечно, скорой помощи, но он тоже кое-что понял. Короче, его раздели догола пацана, вот, он осматривал его тело, и хирург сказал так, что как будто бы его по дороге переодели в чужую одежду, потому что, судя по одежде, на теле должны быть многочисленные повреждения, но тело было чисто, ни царапинки, ни чегошеньки, как будто его переодели в чужую одежду, ну, по дороге, еще по ходу всего проверки этой, его проверяли, состояние мозгов, его вопросы задавали ему специально всякие, значит, там, откуда ты кто-то, там, расскажи, там, все, он все говорил правильно, как бы, ну, как бы, адекватно отвечал, вот, но, вот здесь было свидетельство для врача этого, Представляете, значит, врач узнает этого пацана, и мальчик все подтверждает, да, это я, врач не ошибся, он у них, оказывается, лежал уже в хирургии с переломом до того, падал с мотоцикла, значит, у него был перелом, зажило с первого раза хорошо, он снова гонял на мотоциклах, гонял, гонял в школу, все хорошо было, да? Но, представляете, когда дело дошло до снимков, ему же не только там, а внешний осмотр, сделали снимки всего тела, и вот здесь врач объясняет, в моем присутствии следователям, офицеру, что говорит, значит, как бы у него в прошлый раз не зажило хорошо, на снимке должен быть обязательно след от старого перелома, не бывает бесшовного срастания костей. Но не только не было следов от новых переломов, но и след от старых переломов исчез бесследно, как будто не ломались его кости вообще никогда. И для хирурга, а хирург там отличался как раз именно своей атеистической такой очень сильной позицией в этом городке, это мне потом уже рассказал, у меня персонал там младший, санитарки, медсестры там, сарафанное радио, все, растрезвонили мне. Короче, значит, и для этого атеиста, закоренелого, матерого атеиста, это было просто удар-поддых, понимаете ли? И вот, и были другие врачи, но с тем я уже и не знакомился, я сам был, честно говоря, в стрессе таком, я верующий, но не настолько, чтобы так вот, мертвый поднялся, так быстро воскрес, я жил, как бы, я всякое видел, но такого, понимаете ли, да, для меня тоже было чудно все. А вы потом видели этих пацанов? Одну проблему, но для них, для врачей, она оказалась не связана с ДТП, а я как раз понял, это мне еще одно подтверждение, что он действительно воскрес, этот мальчик. А какая проблема? В нем не нашли пищи, представляете? А он еще, пока его там переодевали, значит, пока там его изучали, он все говорил, дайте хоть что-нибудь поесть, я умираю, я есть хочу. Представляете? Даже не могу написать непонятного стрясения мозга, он не в аппетит такой зверский. Вот, значит, представляете, значит, он, значит, был пустой, то есть, как будто он не ел давно, не просто день, два или три не ел, а вообще не ел давно уже, ничего. Стали спрашивать специального, значит, когда ты ел последний раз, со слов мальчика, утром он хорошо позавтракал, плотно позавтракал. То, что он написал, ну, как мужик поел, взрослый. У него предполагался один прием пищи, оказывается. Ну, там другие пацаны приехали, повзросли уже, они все рассказали, подтвердили все, короче. Вот, они там, те со школы сбегали, на мопедах всяких там, на мотоциклах, кто на чем мог. Они съезжали с разных сел в тот день, пятницу, в одно село съезжались, в общем дело. Почему они там через трассу все пересекали в одно село, и там они должны были гонять весь день, и вечер, и даже ночь. Вот так вот, то есть, у них там было свое сборище. Вот в общем дело. И поэтому пацан предполагал один прием пищи, поэтому он поел очень хорошо, специально поел. А вчера ты ел? Ел, называй конкретно, что ты ел. Думаю, он грет. Ну, а он похоже на правду бы. Ест, ну, как бы, ест хорошо, каждый день и не раз в день. И, судя по аппетиту, нормальный аппетит. Стали спрашивать его про туалет, как он входит в туалет, мало ли, ну, уж не какой-то, не знаю, туалетный индиго какой-то. Может, у него сверхспособность какая-то, не знаю. Нет, у него все нормально, как улетелось. Ничего такого у него, такого нет сверху выдающегося. Вот обычно все. И вот это было, короче, без комментариев. Врачи никак не могли прокомментировать это вообще. Почему в нем не стало ничего? Как будто он давно ничего не ел. И еще, ну, врачи сказали, что, ну, этим санитаркам, медсестрам, ну, ведите его, короче, в столовку, там, в столовку больничную. А это было по празднике, и многие больные, они, фактически, их не было. Там, они по домам пошли. А на столах, еще аж с обеда, там много этих порций было накрытых, уже остывших, не тронутых никем. И, представляете, эти медсестры, санитарки, они потом рассказывали, они пока там судачили, а то Масем, как бы, значит, ну, такое чудо какое-то произошло. Пацан как сел, короче, ого, первое, второе, компоты. Они ахнули, куда в него все влезло. Короче, они переживали, как бы у него там заморода не было. Представляете, сразу столько много съесть, короче, но Бог помиловал, ничего не было с пацаном, все нормально, как бы, значит, ты срайся, значит. Вот, для меня еще было удостоверение, что это все воскрешение. Так, и вот, мы ехали обратно, и я пережил еще один стресс в тот день. Я слышал голос. Я не псих, я не слышу голосов. Знаете ли, все нормально, но в тот день я, можно сказать, да, я слышал голос, реально слышал голос. Как будто в машине резко включили громкую музыку. Я полагал, что жена все это слышит тоже, потому что даже за машиной далеко я слышно, я думал, вот это. Но на другой день все выяснилось, оказывается, жена ничего не слышала. Лишь один я слышал, оказывается. Громкий голос. Три раза спрашивал голос у меня одно и то же. Он спрашивал, ты это видел? Я ничего не мог ему сказать вообще. Вообще, куда я завиделся? Я только там что-то промямлил там, типа того, что значит, что дар, Господи, как бы и все. И вообще ничего не мог ему сказать. Три раза одно и то же спросил меня. А третий раз я вообще не в состоянии был даже что-то промямлить. Так вот, и третий раз, когда голос сказал, спросил меня. Дальше, почти без перерыва, он продолжил. И вот таким образом сказал, вот так будет и с церковью. И все. Откуда пришел, куда ушел. Прошел уже больше 16 лет, ничего такого не слышал вообще. Ни до того, ни после того. В моей жизни ничего такого не было. Вот. И, но, 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 когда, значит, это все прозвучало, я уже ничего не слышал больше. Но ехал дальше, там еще долго ехал ехать, часа полтора еще такие были ехать, но возвращались. Вот, домой. И все это время одно и то же в голове. Знаете, как будто бы вот включили, включили с повтором все. Я есен воскресенье. Я есен воскресенье. Десятки раз одно и то же. Потом, я есен воскресенье и жизнь. Воскресенье и жизнь. А потом, и верующий в меня, даже если он врет, а живет. И знаете, вот с того времени живу этой верой. Вот делюсь с вами этой верой. Заразитесь этой верой, просто, друзья, заразитесь. Он есть воскресенье, он есть жизнь. В протестантском мире чаще всего идет речь о пробуждении. Потому что уснули, братья, чего греха таить. Заснули многие. Пора пробудиться. Но в православной среде бесполезно говорить о пробуждении. Бесполезно. Мертвых буди, не буди. Это тоже как бы сон, но это не тот сон. Это как вот лазер, да. Он уже смердил, он уже вонял, уже все. Это уже сон другого совершенно плана уже. Вот такой сон объял православие мировое. Это трупный сон уже, знаете. Смердный сон. Но для Бога нет никакой разницы. Пробудить уснувшего, вот еще, человека, у которого душа в теле, или поднять смердящим труп уже, поднять. Вот. И я верю, что Господь, Он спящих пробудет, мертвых воскресит, воскресит и осветит церковь свою Христос. Аминь. Осветит церковь свою. Единую свою церковь. Христос. Аминь. Благословляю всех. Слава Богу. Слава Богу. Благодарим. Благодарим. Друзья, давайте мы перейдем к нашему формату китонового послужения. Значит, мы где-то в течение небольшого времени, давайте, быстро, скоростно, для того, чтобы мы находимся в этой территории. Слава Богу.